Уважаемый Николай Филиппович, Сергей Федорович, позвольте от лица коллектива поблагодарить за возможность выступления перед столь уважаемой аудитории и представить вам результаты нашей работы, а также наши возможности в плане трансфузионной терапии в стенах нашего института и не только. В нашем институте организована круглосуточная работа службы за счет постоянной работы клинических двух бригад врачебно-сестринских. Одна бригада обеспечивает экстренную медицинскую помощь, вторая бригада плановую, то есть кардиохирургическую в основном и трансплантационную. Мы можем себе позволить выполнять большой объем работы как в области клинической трансфузиологии, так и производственной. Что касается производственной трансфузиологии, у нас проводится и мы покрываем все наши потребности самостоятельно производством гемокомпонентов, как традиционных, то есть это и эритроцитные, и тромбоцитные компоненты, так и плазма, так же и компонентами длительного хранения прикрываем все наши клинические подразделения. Длительное хранение обеспечивается за счет работы Криобанка. Также у нас внедрены современные технологии инактивации патогенов. Мы производим гемокомпоненты так же аппаратным способом, проводим программы аутодонавства и интероперационно проводим реинфузию аппаратным методом. Объем производства наших гемокомпонентов клеточных представлен на данном слайде. Тромбоцитные компоненты производим ежегодно в среднем около 700 доз, эритроцитные компоненты до 10 тысяч доз, а так же консервируем как эритроциты с современными методами, так мы научились в наших стенах и разработали технологию к реконсервированию тромбоцитов. К сожалению, в настоящее время кровь купить нельзя, но кровь можно сохранить. Опыт как зарубежный, так и отечественный показывает, что современные способы хранения, так называемого короткого хранения, не всегда удобны в клиническом применении. В частности, тромбоциты хранятся до 5 дней и не всегда они бывают востребованы. Приходится списывать. За счет внедрения к реконсервации этот недостаток нивелируется. К реконсервирование эритроцитов и тромбоцитов позволяет сделать следующее. Создать банки аутологичных гемокомпонентов длительного хранения. Длительно хранить HLE, HPE типированные гемокомпоненты. Продлить срок хранения. Эритроцитные компоненты хранятся в холодильнике при плюс 4 градусов стандартно 30-40 дней. Если их реконсервировать по современному регламенту, мы можем хранить их до 10 лет. Тромбоцитные компоненты, как я уже сказал, если мы храним до 5 дней при температуре плюс 20 градусов и постоянном перемешивании, то к реконсервирование позволяет их сохранить до 2 лет. То есть в 150 раз дольше. К реконсервирование позволяет транспортировать гемокомпоненты на большие расстояния. Заморозив компоненты здесь и сейчас, мы можем транспортировать, не побоюсь этого слова, практически в любую точку нашего земного шара. Проводить дополнительное обследование на наличие возбудителей инфекционных заболеваний. Тем самым карантинизировать гемокомпоненты, что обеспечивает их безопасность инфекционную. Создавать стратегический резерв гемокомпонентов. На сегодняшний день мы имеем постоянно поддерживаемый запас эритроцитных компонентов 1200 доз в замороженном состоянии, тромбоцитных компонентов порядка 200 доз. И обеспечить гемокомпонентами военно-медицинские учреждения, учреждения МЧС на случай чрезвычайных ситуаций и массовых поступлений. Мы переняли опыт военных трансфузиологов, которые работают как в нашей стране, так и за рубежом. В частности, войска НАТО, проведя так называемые миротворческие миссии в 16 странах, за последние 15 лет научились обеспечивать свои войска к реконсилированным гемокомпонентами. То есть, они перестали просто возить доноров в очаги боевых действий. Вот таким вот образом разворачивается банк крови непосредственно в полевом госпитале, куда уже привозят, в частности, из Нидерландов, из военного банка крови замороженные гемокомпоненты. А на местах, вот такие бравые ребята, проводят аппаратным методом подготовку к реконсилированных, то есть, замороженных эритроцитов, предварительных разморозив для трансфузии. То есть, их деглицерилизируют, удаляют криопротектор. Криопротектор – это вещество, которое защищает клетку, которая находится в замороженном состоянии. Естественно, имеют большой парк оборудований, что позволяет большие объемы проводить трансфузии размороженных гемокомпонентов на местах. За счет того, что американцы и европейцы научились реконсилировать гемокомпоненты, они разработали целую стратегию обеспечения своих клинических подразделений на случай чрезвычайной ситуации, либо на случай проведения Олимпийских игр и так далее, других массовых мероприятий. В частности, в США одновременно хранится до 50-60 тысяч доз замороженных эритроцитных компонентов. В Нидерландах – от 1 до 3 тысяч доз. В Италии – 400-500 доз. Мы практически находимся в тренде. В связи с тем, что у нас Криобанк существует уже с 2006 года, он у нас оснащен по последнему слову техники, естественно, импортным оборудованием. Мы храним замороженные гемокомпоненты как в азоте, так и в низкотемпературных холодильных установках. На сегодняшний день мы вышли на полное промышленное производство, то есть все наши хранилища заполнены. Помимо зала, кривого зала, где хранится уже готовый замороженный гемокомпонент, у нас есть производственное помещение, чистое помещение, где мы проводим весь процессинг аппаратным способом. И небольшой участок контроля качества, где мы контролируем на всех этапах техпроцесса качество наших гемокомпонентов. На данном слайде представлена наша производственная активность. Мы практически, как я уже сказал, вышли на полный производственный цикл и одновременно поддерживаем в хранилищах общий запас около 1200-1100 доз эритроцитных компонентов. Преимущества технологии креоконсервирования. Все техпроцессы проходят в замкнутой системе, что обеспечивает отсутствие риска контаминации гемокомпонента. Аппаратный способ автоматизирует техпроцесс. К сожалению, оборудованные и расходные материалы только импортные, но они разрешены в Российской Федерации и апробированы в странах Европы и Соединенных Штатах Америки. И хранение замороженных эритроцитов в нашей стране разрешено до 10 лет. В Штатах FDA подтвердило хранение или разрешило хранение до 30 лет. И деглициализированные аппаратии гемонетикса и эритроциты в разведенной ФСАГМе могут храниться еще 72 часа, то есть трое суток. Какие же недостатки? Ну, в первую очередь, это высокая стоимость, так как это импортное оборудование, импортные расходные материалы. Далее, в связи с тем, что это импортное оборудование и ситуация на сегодняшний день геополитическая не совсем стабильная, соответственно, это риск прекращения поставок возможный, конечно. Но пока мы держимся. У нас все расходные материалы, оборудование есть и работают исправно. Требуется специальное холодильное оборудование, гриогенное оборудование для хранения замороженных гемокомпонентов. И, конечно же, для работы требуется высококвалифицированный персонал. На сегодняшний день основными потребителями наших креоконсервированных гемокомпонентов являются это больные с хирургической патологией, больные после трансплантации органов, кардиохирургические больные и больные, у которых острая токсимия. За последние пять лет мы научились креоконсервировать тромбоциты, разработали свою оригинальную методику, что имеем индивидуальную собственность в виде заявок на патенты. Принцип автоматизации технологии креоконсервирования заключается в том, что мы работаем только со стерильным креопротектором, мы научились отбирать тромбоцитные концентраты, мы можем сохранять не только клетки, но и плазменный компонент, так как замораживаем в течение первых суток после заготовки, и заготавливаем в качестве сырья тромбоцитные концентраты методом афереза. Треть секунд. Заканчиваем. На сегодняшний день мы активировали производство и практически ежегодно уже заготавливаем больше 150 доз, а также имеем высокий темп размораживания, особенно в конце года, когда у нас идентифицируется хирургическая работа, особенно транспорционная. Помимо того, что мы заготавливаем тромбоцитные концентраты и их замораживаем, мы еще их индивидуально подбираем с помощью специального оборудования, что позволяет нам бороться с тромбоцитопенией иммунного характера, а также лечить больных, у которых уже развилась рефрактирность. На сегодняшний день мы трансфузию к реаконсервированных тромбоцитов проводим больным в основном после трансплантации органов, легких, печени, а также больным с сочетанной травмой, больным с нейрохирургической патологией, а также кардиохирургическим больным после протезирования аорты и клапанов сердца. В качестве лабораторных показателей контроля мы рассчитываем скоррективный прирост тромбоцитов, который показывает, что при трансфузии индивидуально совмещенных тромбоцитных концентратов мы получаем более длительную циркуляцию донорских тромбоцитов, то есть более суток, а также имеем больший прирост, что позволяет нам добиться гемостаза. И в заключении хотел бы сказать, что помимо самой технологии к реаконсервации, обеспечения и создания некоего резерва, мы проводим карантинизацию, то есть мы не только обеспечиваем клиники компонентом и, проводя индивидуальную совместимость, обеспечиваем иммунологическую безопасность, но также инфекционную безопасность за счет карантинизации. Многие из вас знают, что на сегодняшний день вся плазма карантинизируется. По этому же пути мы проводим карантинизацию эритроцитных и тромбоцитных компонентов. Несмотря на то, что мы отбираем для к реаконсервирования только активных доноров и только чистых доноров, у нас все равно идет выбороковка. В частности, из 700 доз эритроцитов мы выборковали 18 доз, что составляет 2,5%. То же самое происходит и с тромбоцитами. Из 260 доз – 11 доз. И в заключение хотел бы сказать следующее, что внедрение в производство технологии короткого и длительного хранения гемокомпонентов позволяет управлять запасами компонентов крови, регулировать потоки доноров, карантинизировать замороженные компоненты, что, еще раз говорю, обеспечивает безопасность трансфузии, переливать как клеточные, так и плазменные компоненты, индивидуально подбирать компоненты, что, в свою очередь, обеспечит иммунологическую безопасность, и планировать ауторезервирование. В заключении хотелось бы сказать о следующем. Внедрение технологии производства гемокомпонентов позволяет полностью лечительно отказаться от доновских компонентов за счет заготовки аутокомпонентов, а также обеспечивать не только наши клинические подразделения, но также и ЛПУ города. Работа невозможна без нашего дружного коллектива под руководством заведующего Ленина Николаевна Кобзева и нашего профессора Валерия Боища Хватова. И доклад посвящен двум великим людям, королеве холода Виноград Финкель Фриде Робертовне, который является основоположником в нашей стране СССР технологии к реконсервированию, а также нашего коллеги, к сожалению, в прошлом году покинувшего нас, это Федора Андреевича Бурдеги. Благодарю вас за внимание. Спасибо.